МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Без паники. После указа Владимира Путина о военном положении в Центральном федеральном округе введен повышенный режим готовности, но, по словам властей, поводов для беспокойства нет. Отправили в пешие путешествия. Ростуризм ликвидирован. А что с рязанскими инвестициями? Декоративный символизм Владислава Ефремова. Новый взгляд на городские пейзажи Рязани. После указа и заявления Владимира Путина о введении военного положения на новых территориях сразу 34 субъекта получили статус средней или повышенной готовности. Рязанская область, как часть ЦФО, оказалась в так называемой желтой зоне. Губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале уже заявил, что ни о каких ограничениях речи не идет, но, тем не менее, кое-какие изменения в регионе все равно будут. Итак, давайте посмотрим на карту. Максимальный уровень, то есть военное положение, введено на территории Запорожской, Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. Что это значит простым языком? В период действия военного положения власти могут ограничивать в правах и свободах как граждан России, так и иностранцев. Полный список мер прописан в законе. Первое – это комендантский час. Далее – запрет или ограничение выбора места жительства. Запрет на выезд из страны, запрет забастовок, митингов, демонстрации, шествий и пикетов и привлечения граждан к работам для нужд обороны, а также сухой закон. Это все красная зона на карте. Средний уровень готовности оранжевый предусматривает усиление охраны общественного порядка и безопасности на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, особый режим въезда и выезда на территории, а также ограничение свободы передвижения по ней, досмотр транспортных средств и ограничение их движения, а также особый режим работы для ключевых объектов энергетики, коммуникации и транспорта. Ну и теперь повышенный уровень – желтый, актуальный для Рязанской области. Для него характерно все вышеперечисленное, но без режима досмотра автомобилей. Возникает логичный вопрос – кто же все это будет контролировать? Давайте послушаем президента. Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность в критически важных объектах, поддержание общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпусков продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны и другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие. Очевидно, что ситуация, положение дел в разных регионах разное, и объем предпринимаемых мер, круг задач, которые предстоит решать главам регионов, также должны быть разными. В Рязанской области координационный штаб был создан незамедлительно, то есть сразу после выступления Владимира Путина на совбезе. В него вошли представители всех силовых структур, ключевых министров, экономики, ТЭК-ЖКХ, цифры, а также все заместители Павла Малкова, который возглавил этот штаб и провел его первое совещание. «Подчеркну, что предпринимаемые меры не скажутся на привычной жизни рязанцев», написал губернатор в своем телеграм-канале. «Об ограничениях сейчас речи не идет. Обстановка полностью контролируется», успокоил он рязанцев. Согласно положению о штабе, его создают для повышения эффективности деятельности губернатора Рязанской области. Штаб будет предлагать губернатору конкретные меры в рамках тех, которые прописаны в указе президента и сроки их реализации. Заседания штаба будут проводить по мере необходимости. В Рязанской области значительного скачка цен на военное обмундирование пока не зафиксировано. Если вы сталкивались с такими случаями, незамедлительно сообщайте нам, заявила журналистом заместитель руководителя Рязанского УФА Сырина Кошелева. По ее словам, депутатские запросы со всех уровней обязали службу провести мониторинг ценовой политики военторга. И в отдельных регионах скачки цен действительно были зафиксированы. Поэтому компания-продавец взяла на себя дополнительные обязательства. При взаимодействии тоже с Федеральной антимоноклонной службой акционерное общество военторг, это та компания, которая обеспечивает обмундирование на территории Российской Федерации собственников, тоже обратила внимание на свою ценовую политику, приняла на себя добровольные обязательства не устанавливать торговую наценку более 15% на реализуемые продовольственные товары. Что касается непосредственно Рязанской области, то здесь нарушений мы не выявляли. Торговые точки ведут себя очень объективно на самом деле. Иногда мы слышали факты о том, что заканчивается какой-то товар, какая-то поставка. Но это объясняется объективными факторами, потому что в сентябре спрос существенно вырос. Сегодня указом президента России ликвидировано федеральное агентство Ростуризм. И практически сразу же в регионах возник вопрос, а что с инвестициями? Рязанская область, например, именно с Ростуризмом подписывала соглашение о вхождении в так называемое «Большое золотое кольцо», где были заявлены не только Рязань, но и Михайлов. В общем, вопросов пока больше, чем ответов. Июнь этого года. Петербургский экономический форум. Павел Малков подписывает документ по туристической деятельности. Объем инвестиций в общем пакете из 32 соглашений форума – 176 миллиардов рублей. Тогда это казалось прорывом, сегодня есть риск назвать несбывшимися ожиданиями. Впрочем, бумаги губернатор Рязанской области подписывал с корпорацией «Туризм.РФ», а не с федеральным агентством «Ростуризм», которое ликвидировано. И это обнадеживает. Здесь мы пока выбрали только две локации, которые уже обсуждаемы, и в которых будем реализовывать конкретные проекты. На самом деле их намного больше. И, наверное, важно, что подписание соглашения происходило в присутствии зампреда правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Чернышенко. И мы с ним договорились еще дополнительно встретиться и все это обсудить. Потому что на самом деле, я об этом говорил и буду говорить еще не раз, туристический потенциал Рязанской области очень и очень недооценен. У нас огромное количество точек роста, которые можно развивать, которые поедут. Туристы просто надо предложить продукт. Что же хотели региональные власти от инвесторов? Разработать маршрут в границах Рязанского поселка Остров и городища Старая Рязань в Спасском районе через реки Трубеж и Ака. Эти территории исторически связаны, там были расположены древние поселения. Теперь Ростуризма нет, но остается туризм.рф. Может, и не все так плохо. Сколько и куда должен был направить денег в Рязанской области Ростуризм, декларировали еще в 2021-м. А совсем недавно озвучивались и конкретные цифры. 208 миллионов на создание туристического центра и 71,5 миллион на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями. Функционал Ростуризма теперь перекинули на Минэкономразвитие России, но, по мнению экспертов, ставить крест на проектах все-таки преждевременно. Основной курс на реализацию внутреннего туризма и въездного остается стратегической задачей. То, что функции Ростуризма передаются в министерство, только укропняет эти задачи и ускоряет процесс их решения. Говорят они. А значит, будем пока осторожными оптимистами. В Рязани прошел 13-й региональный конкурс чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера», посвященный празднику Покрова Пресвятой Богородицы и 126-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Традиционно конкурс проходил в два этапа. На этой неделе состоялся финал. Творческий конкурс проводится уже в 13-й раз. В 2009 году он состоялся впервые по инициативе Покровско-Татьянского храма РГУ имени Есенина. Его бессменные организаторы с тех пор кафедры теологии, управления учебно-воспитательной работы, музей Сергея Есенина и театр «Переход». Участие в конкурсе «Покровские вечера» приняли студенты РГУ, РЯСГМУ, Рязанского филиала Московского политеха, Академии ФСИН, Рязанского строительного, политехнического, многопрофильного, станкостроительного и педагогического колледжей, Рязанского колледжа электроники, а также представители литературных объединений и творческих студий. Действительно глубокой, возвышенной поэзии обратиться это не всегда получается, хотя в этот раз мы обратили внимание с жюри, что было гораздо больше содержательных стихов, которые действительно отражали высоту духовную. Но, тем не менее, молодежь друг друга слушая, представляя на суд и жюри, и друг друга свои опыты художественного слова, конечно же, при ращении какое-то переживают, то есть они делают выводы о своих еще развивающихся способностях. Конкурс проводился по четырем номинациям. Лучшее исполнение произведений классиков русской литературы 18-20 веков, лучшее исполнение современных произведений духовного содержания, лучшее произведение в авторском исполнении, соответствующее целям конкурса, а также лучшее чтение поэзии и прозы Сергея Есенина. Когда теплее, когда меняет лица, другой на них ложится свет. Мечтатель Светский, я в столице, я стал первокласснейший поэт. Первый этап «Открытое прослушивание» проходил в музее Сергея Есенина РГУ. Участники обсуждали и разбирали выбранные произведения и выслушали комментарии членов жюри. Финал состоялся на сцене студенческого театра «Переход». В завершении конкурса «Покровские вечера» были названы победители и призеры, в номинациях которых наградили дипломами и подарками. Но проигравших, как обычно, не осталось, ведь каждый участник получил бесценный опыт. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Привычные виды городских улиц в совершенно новом звучании, а порой неожиданный взгляд на давно знакомые городские пейзажи на выставке художника Владислава Ефремова в «Преобанке». Художник работает в собственном авторском стиле и познакомилась с ним Марина Романюк. В этом пространстве вернисажей рязанских художников случаются часто. И всегда это настоящие находки. В этот раз новый взгляд на городские пейзажи. Рассмышления по поводу провинциальных окраин. В данном случае окраин Рязани. Это такие маршруты, маршруты, такие тропинки, где большей частью какие-то растут деревья, какие-то кусты живописные, кое-где мелькают хрущевки, какие-то гаражи. И здесь мы встречаемся с вот этой действительностью такой достаточно невзрачной, на самом деле очень интересной. И каким-то нашим внутренним размышлением. Это та ситуация, когда ты каким-то маршрутом определенным ходишь много раз. И когда маршрут одинаковый, но твои настроения разные. И поэтому возникает такой букет этих настроений. Для своей выставки Владислав Ефремов собрал работы последних лет, посвященные Рязани и провинции вообще. Слово «скерца» в переводе означает «шутка» и является термином музыкальным. А в названии выставки отражает творческий метод автора. Декоративное и реалистичное. Ироничное и серьезное переплетаются, показывая некий светлый романтический и звучащий мир. Это такой обобщенный вообще провинциальный город. Провинциальный – это в уничтожительном смысле. Это такая реальность, она есть. Да, это такой обобщенный провинциальный город. Это не обязательно Рязани. В удивительных перипетиях цвета и композиции, а также несмотря на порой внезапных персонажей, как, например, огромный кот, везущий рабочих по улице, или же бородатый баянист, заполняющий собой пространство и воплощающий летний месяц, где-то июль. В этом всем мы узнаем привычные улицы и площади. Действительно невзрачные, казалось бы, уголки города, но такие волшебные, если посмотреть на них глазами Владислава Ефремова. Для меня эта работа является одной из, как я считаю, удачным, хотя я очень к себе критичен. Но дело в том, что здесь изображен вполне конкретный ландшафт рязанский. Это вот этот переезд, где шлачка. Там у нас впереди Куйбышевское шоссе. И здесь изображена, ну, это сезон весна, цветение и некоторая масштабированность изображения, некая такая условность декоративная. Телевышка написана намеренно меньше, чем стоило бы по правилам масштабирования. А точка зрения выбрана как бы сверху. Сам автор назвал ее точкой полета. А вот творческий стиль сам для себя не сформулировал. Но подход к творчеству назвал декоративным символизмом. И знакомясь с его работами, становится понятно, что он имел в виду. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова